Здравствуйте, это Viva Telecom. И мы сегодня будем знакомить вас с программой к новым радиостанциям младшей серии от компании Hightera. Данная программа подходит к следующим моделям AP515, AP585, BP515 и BP565. Программа называется у Hightera просто CPS. И она не подходит к профессиональным станциям, так же как и программа от профессиональных станций не подходит к этой серии младшей AP и BP. Версия программы на данный момент V1.0.12.003. И прежде чем начнем, напоминаем, что желательно подписаться на канал, чтобы не пропускать новые обзоры. Ну и мы поставили цель в 100 тысяч подписчиков и активно к ней стремимся. Так, сам интерфейс программы выглядит вот таким необычным образом. Теперь все сохраняется здесь в единой базе, так сказать, все считанные станции. И вы можете всегда к ним вернуться. Мы подключили BP515 станцию. И на живом примере будем показывать. То есть, чтобы прочитать данные станции, вы можете нажать на кнопку Read from Radio. И программа определяет автоматический кабель, подключенный к USB порту. В данном случае она подключила его к виртуальному порту COM25. Называется кабель CP155. На сайте он есть, можете посмотреть. Далее, после того, как мы нажали данную кнопку, нажимаем Read from Radio. Станция, естественно, должна быть включена. Все происходит в чтении. Достаточно быстро. Закрываем. Эта станция у нас уже, получается, прочитана была. И в итоге мы можем с этим шаблоном делать следующее. То есть, редактировать, удалить его, экспортировать файл, если нам он в дальнейшем пригодится. Ну и записать, соответственно, отредактированный файл в саму радиостанцию. Нажимаем редактирование. Достаточно быстро это все загружается. Вот такой интерфейс. То есть, три раздела основных у нас есть. Давайте будем последовательно тогда идти. Common. Строчка. Базовые настройки. Здесь у нас Radio Alias. Это то есть название станции здесь задается. Но название это используется для, допустим, радиостанции с дисплеем. То есть, чтобы было имя вашей станции видны. Это не идентификатор. Это просто имя станции. Language. Соответственно, язык. Выбирается только английский. При самой программе, кстати, тоже доступны только английский и китайский язык. Power. Вот это интересная функция. И она вынесена в отдельный раздел. Это автоматическая регулировка выходной мощности передатчика в зависимости от силы принимаемого сигнала. Эти все параметры редактируются. Соответственно, при 78 dBm при слабом сигнале мощность будет увеличиваться. При минус 68 она будет уменьшаться. Но это проверим на практике в будущем. То есть, это настолько есть в программе. Не советую ее, наверное, трогать. Пусть она так и будет. Дальше. Следующий раздел. Это у нас задание пароля на чтение и на запись. Дальше. Аудио установки в разделе common. По умолчанию звук. От 1 до 8. Тут самый большой. Соответственно, максимальная громкость назначена. Клавиши следующие. То есть, вы можете назначать здесь по короткому нажатию и по длительному нажатию. Клавиша всего одна, поэтому функции доступны, грубо говоря, две. То есть, на короткое нажатие и на длительное. Функции, какие вы можете назначать, я вам список показываю. То есть, скрэмблер, уровень мощности, открыть шумодав, монитор, то есть, отключить коды сети CSS, запустить сканирование, Vox запустить, отрегулировать уровень шумодава, включить голосовую поддержку, либо заблокировать звук, либо установить индикацию заряда уровня батареи вы можете. Так, далее, вы можете отключить светодиоды, чтобы они вам не мешали в какой-то сложной обстановке. Так, дальше, сервис, сеттинг. Вы можете разрешить здесь вызовы, то есть, инициировать общий вызов групповой, либо частный. То есть, это все включается и отключается. По умолчанию, кстати, общий вызов отключен. Поэтому, если вы будете на каком-то канале делать общий вызов, не забудьте поставить эту галочку на Enable. Так, здесь голосовые уведомления тоже включаются, либо отключаются. Следующий раздел – это регулировка Vox. То есть, тоже усиление микрофона, включен Vox или нет, и удержание полторы секунды стоит. Это вот у нас раздел был Come On. Следующий раздел – Narrow Band Setting. Здесь у нас задается только одна настройка в этом разделе. Это уровень шумодава, то есть, полностью открытый шумоподавитель, либо нормальный уровень, либо глубокий уровень. Соответственно, эти значения от 3 до 9 выбираются, ну и 0, соответственно. Дальше. Раздел Conventional. Basic Setting. Смотрим, что есть здесь. Здесь у нас сохранение энергии батареи, либо активировано, по умолчанию активировано, и стоит режим 1 к 2. Либо вы можете его отключить, если вас не устраивает потеря первых фраз в сообщении. Дальше. И здесь вы можете задать, какая зона будет включаться при включении питания. То есть, чтобы система сохраняла, какую зону включать. По умолчанию она отключена. Ну и зона у нас тут одна запрограммирована. Так, следующее. Digital Setting. То есть, настройки цифровых частот. Вот здесь вот. Это ваш идентификатор станции. То есть, для того, чтобы осуществлять персональные вызовы, здесь нужен будет уникальный идентификатор. Ну, то есть, если вы в группе, например, хотите вызывать кого-то персонально, то следите за тем, чтобы у каждой станции был свой персональный идентификатор. И по нему уже вы будете создавать вызов частный и использовать этот номер идентификации. Ну, здесь все относится к звуку в цифровых настройках. Сюда лезть не будем. Ну, тут просто периоды заданы. Это неинтересно. Дальше переходим тогда к зоны и каналы. Да, или зона и канал. Зоны здесь у нас заданы. Соответственно, вы любой канал можете поместить в любую зону. То есть, если вам нужна зона, дополнительно нажимаем плюс. Добавляем зону. И сюда, прежде запрограммированные каналы, мы можем включать или исключать. Вот у нас здесь в первой зоне стоит, как вы видите, 5 каналов. Да, интерфейс такой, что окошко достаточно мелкое. Ну, вот здесь я могу расширить. 5 каналов у нас в этой зоне есть. То есть, 4 цифровых канала и 1 аналоговый канал. Теперь в следующее переходим к Digital Channel. То есть, выдается нам сначала список. Соответственно, вы можете его добавить, можете изменить порядок. Но, в принципе, порядок здесь странно менять, потому что в зоне он меняется. Вы там его можете менять. Если вам нужно настроить, естественно, канал какой-то, то двойным нажатием кнопки мыши вы переходите к настройке именно канала. Здесь, соответственно, задается имя канала. Выбирается таймслот первый, либо второй. Нужен ли этот канал в скан-листе. У нас, вот видите, скан-лист даже не задан, поэтому тут он не выбирается. Здесь колор-код от 0 до 15. И можно назначить канал, чтобы он был только на прием. То есть, чтобы передача была на нем невозможна. Кстати, о всех настройках цифровых и аналоговых каналах и вообще о станциях DMR, DMR. Я отдельно ролик вам дам под этим видео. То есть, чтобы вы более-менее понимали, как это все программируется. То есть, что такое колор-коды, что такое слоты и так далее. Дальше здесь задается частота RX. Это приема. TX это передача. Задается уровень мощности. Кстати, он никак не регулируется в этих станциях. То есть, либо высокий, либо низкий. Он задается. Это ограничение времени работы на передачу. До 495 секунд вы можете задать. Это время сброса. То есть, после того, как вы убрали с кнопки палец, через сколько будет таймер обнуляться. Дальше это выбирается у нас идентификатор либо персонального, либо группового вызова на передачу. Потом это посмотрим. И это у нас идентификатор группы на прием. Здесь в правой части у нас либо разрешена передача всегда, либо только когда канал свободен, либо когда колор-код свободен. И здесь также ограничение времени по передаче. И какие у нас будут вызовы доступны. Либо это групповой будет вызов. Соответственно, вы здесь будете выбирать из частных вызовов. Либо это будет групповой вызов. Тогда вы будете выбирать из групповых вызовов. Либо это будет общий вызов. Ну, с этим, я думаю, все понятно. С настройкой цифрового канала, с аналоговым каналом еще проще. То есть, тоже список. Сюда заходим. Опять же, название. CT-CSS реверсивный вы можете включать. Scrambler вы можете включить на данном канале. То есть, инверсионный Scrambler. Здесь у нас ширина канала задается. Три варианта. Далее, частота приема, частота передачи. Реакция шумоподавителя на несущую, либо на CT-CSS, DCS. Если выбираем CT-CSS, DCS, то можем здесь... Так. Можем здесь мы задавать. Вот. То есть, они взяли, перебросили сюда. Зачем-то это значение. Ну, то есть, выбор не тут, а справа. Соответственно, если у нас задается тип пилот-тона аналоговый, либо цифровой, в этом месте, и в этом тогда мы уже меняем сам код. То есть, это вот цифровые коды DCS. Это у нас CT-CSS аналоговые коды. Это инвертированные DCS коды. То есть, три варианта нам доступны. Так. Дальше. Также выбирается мощность, ограничение, разрешение на передачу. Но, опять же, вы можете сделать канал только на прием. На передачу он будет невозможен. Ну и все. Соответственно, здесь вы также можете CT-CSS назначить для приемника. Точнее, вот этот вот раздел, Monitor Squelch Mode. Это когда мы нажимаем кнопку Monitor, будет открытая, открываться полностью шумодав, или будет отключаться субтона. И на аналоговых каналах нам доступен вот тот выбор из трех уровней. Шумоподавитель открытый, нормальный, либо глубокий. Если у вас, допустим, большое количество помех, то можете поставить глубокий шумоподавитель. Порог я вам показывал, где он регулируется. Так, ну и теперь получается еще один раздел в цифровом разделе, вот в этом большом. Это контакты. То есть здесь мы можем задавать вызов различных групп. В том ролике, который я вам приведу в описании, также я про эти группы говорил. Это мы сами здесь задали. Соответственно, если вы хотите добавить дополнительный какой-то вызов, то вы можете задать его название, определить его тип. То есть это будет частный вызов, групповой или общий. И, соответственно, задать ему идентификатор, чтобы потом обращаться уже на передачу в самих каналах цифровых. Так, и следующий раздел. Ну и, соответственно, вы можете порядок его изменять, либо можете удалить его, либо вот снова добавить, как я уже показал. RX-групп-лист вы, соответственно, можете приемную группу менять. То есть в каждой приемной группе вы можете добавлять каналы запрограммированные, то есть чтобы у вас на канале на этом принимались только определенные группы, если вы хотите. Либо вот у нас здесь задана вторая группа приемная, да, вы ее также можете плюсиком добавлять. Соответственно, здесь у нас во второй приемной группе принимаются все три идентификатора. То есть это, как в том ролике, четвертый канал, который принимает все возможные группы, запрограммированные на данной частоте. Ну, то есть это, грубо говоря, это общий прием. А здесь в RX-лист-1 у нас принимается группа только store, ну, то есть магазин, то есть склад. Так, и следующий у нас раздел scan. Здесь вы можете задавать, соответственно, группу сканирования. То есть все тоже частоты, которые вы запрограммировали, если там галочка стояла, что она должна попасть в скан-лист. Здесь будут эти каналы для сканирования. Ну, все, когда мы поменяли все данные, соответственно, мы пишем в радиостанцию. Вот такая нехитрая программа для данной серии. То есть она вполне и вполне проста. На этом тогда, в общем, знакомство можно закончить с этой программой. У кого вопросы есть, задавайте их в комментариях. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok